Для меня это образ жизни. Я делаю это для здоровья, прежде всего. В 56 он, признается, чувствует себя почти вдвое моложе. Таких, как Михаил, часто называют просто – моржами. Но и к этому, и к недоумевающим взглядам случайных зрителей, его заплывов, он уже привык. Как ощущения? Отличное ощущение. Очень хорошо. Я рекомендую всем. Но к рекомендациям Михаила прислушиваются, так уж повелось, только накануне самого массового в году окунания в ледяную воду. Больше 70 купелей по всей стране к празднику готовят специалисты освода. Богоявление для них – это всегда работа в усиленном режиме. У каждой такой полыньи оборудуют безопасные входы в воду, а на случай чрезвычайной ситуации дежурят спасатели, водолазы и медики. Мы в эти дни делаем открытые двери на спасательных станциях, то есть даем возможность людям в тепле переодеться, принять, если необходимо, пищу, горячий чай, кофе. Особенно это касается женщин с детьми, потому что детишек приходит тоже много довольно-таки. По аналогии с рекой, в которой почти 2000 лет назад и был крещен Иисус, такие полыньи в виде креста называют иорданями. Строгих правил о том, как окунаться в купель, не существует. Однако, как правило, верующие трижды погружаются с головой, произнося слова молитвы. Крещение Господне – один из самых почитаемых христианских праздников, поэтому на пути к символическому духовному очищению верующих не останавливает даже морозная погода. А между тем синоптики прогнозируют этой ночью до 18 градусов мороза. Всего полминуты в ледяной воде могут стать причиной термического ожога, расстройства сразу нескольких жизненно важных систем организма и потери сознания даже у здорового человека. Если человек молодой и здоровый, не имеет проблем с сердечно-сосудистой системой, с нервной системой, возможно, это будет для него и достаточно безопасно. Однако, если человек имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, допустим, у него есть ишемическая болезнь сердца, стеноз коронарных артерий. Такое выраженное стрессовое раздражение может привести к резкому спазму и развитию, в том числе, инфаркта миокарда. И это может угрожать жизни. Не стоит окунаться и людям с проблемами центральной нервной системы, и, конечно, тем, кто чувствует недомогание. Даже церковь настаивает, этот обряд лишь для сильных и духом, и телом. Это благочестивая такая традиция, и она может быть, но не для всех. Для тех, кто исполнены верой, благоговением перед той великой святыней, в принципе, это возможно. Ну и второй момент, конечно же, человек должен помнить о том, что ему достаточно прикоснуться. Он может от этого мыться, выпивает воду и тем самым освящается. Только в эти крещенские дни в храмах совершают чин великого освящения воды. Принято считать, что от этого она наделяется и целебной силой. Верующие наполняют посуду, освященной водой, и по возможности пользуются ею весь год. Стоит, наверное, когда кто-то там болеет, пьем, чтобы выздороветь. Поэтому это как больше семейная традиция такая. Дочь не приедет сама, поэтому отвезу им водички. И сама живу с дочерью, и им надо с уночешкой. Водичку беру не только для себя, водичку беру в деревню осветить все хозяйство, постройки, и дом осветить, квартиру, и самим пить тоже. Воду в купелях освящают по традиции после вечерней молитвы. Но окунуться верующие смогут не только ночью, но и завтра. Однако не менее важным в День Богоявления считается посетить храм. Ведь смысл праздника как раз в том, чтобы вспомнить о событии, изменившем мир. Наталья Стельмах, Александр Власов. Наши новости ОНТ.